Радио Болтком Включи зеленую лампу, сделай звонок на благотворительный телефон и подари надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-63-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня вторник. День добрых дел на Радио Болтком. В эфире программа «Зеленая лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут ее сегодня Ольга Авдевич. Доброе утро. Я Рита Тарошкина и наша гостья помогает нам сегодня включать зеленую лампу Инна Давыдова. Музыкант, очень известный в Латвии, концертмейстер, пианистка, продюсер, руководитель и хозяйка фонда Германа Брауна. Доброе утро, Инна. Доброе утро. Мы очень рады, что вы сегодня с нами. Инна, наш большой друг, уже не первый раз помогает нам включать зеленую лампу. А сегодня наша зеленая лампа включается для двойняшек Миши и Ксюши Егоровых. Им 4 года. И им в ближайшее время нужно поступить в медицинский центр «Доктрина» в Санкт-Петербурге. Это неврологический детский центр, где для них подготовлена специальная программа. Сейчас это интенсивный курс, который должен помочь детям с отставанием в развитии, чтобы у них развилась нормальная речь. И первый раз они ездили туда в октябре тоже с помощью зеленой лампы, друзья, зеленой лампы были собраны средства на диагностику и первый курс лечения. Результаты были просто потрясающие. Буквально сразу начали проявляться какие-то изменения позитивные. И врачи настоятельно требуют провести сейчас интенсивный курс, чтобы уже закрепить полученные результаты и шагнуть дальше, чтобы эти дети могли вылечиться и догнать своих сверстников. Поэтому телефон наш 9306384, евро 42 цента за звоночек, всю неделю работает, до следующего вторника работает для двойняшек Миши и Ксюши Егоровых. Спасибо всем за каждый звонок. А то, что у нас в гостях Инна Давыдова, это уже рождественская традиция. Потому что несколько лет подряд, накануне Рождества, Инна приходит к нам в гости. И как правило, по традиции мы беседуем о её чудесном, красивом проекте, рождественском, симфония игрушек. Но в этом году у нас наша пандемическая реальность носит свои коррективы. И мы попросим Инну рассказать, как будет проходить рождественский сезон музыкальный вашего фонда Германа Брауна вот в этом году. Вы знаете, поскольку всех, конечно, интересует симфония игрушек и какие-то возможности с ней связаны, то я сразу скажу, и я думаю, родители, которые приходили с детьми на этот концерт, они меня поймут. Обстоятельства складываются так, что мы можем пригласить только половину зала. Все должны сидеть два через два в шахматном порядке. То есть если мама с двумя детьми, то один ребёнок сидит отдельно или мама сидит отдельно. Ну, через два места. Это общее правило для всех закрытых помещений. Кроме того, те, кто к нам ходил раньше и кто вырос на симфонии игрушек, помнят, что в конце каждого концерта я приглашаю ребят на сцену. В этом году мы не смогли бы этого сделать, потому что мы не можем их собирать в группу, поскольку они все из разных семей. То есть, ну, классы же тоже сейчас никуда ходить не могут. Школьники группами ходить не могут. Могут ходить только дети с родителями. Поэтому если на сцене оказывается 25 детей, это 25 семей. Мы не имеем права этого делать. То есть пандемия вносит такие вот... Ну, естественно, да. Я, скажем так, с этим смирилась, потому что мы уже второй год придумываем иные варианты, как проводить симфонию игрушек. В прошлом году мы её провели онлайн. И можно посмотреть у нас на сайте, в самом низу этого года, можно написать на симфонии игрушек с Новым годом, и там идёт сразу ссылка на фильм. То есть сайт фонд Германа Брауна. Да, HBF.LV. Да, просто можно набрать, да, в гугле фонд Германа Брауна. В гугле можно набрать фонд Германа Брауна. Но можно сразу набрать www.hbf.lv и прокатиться вниз нашей афиши, потому что у нас сейчас в декабре ещё остались концерты. Мы уже несколько сделали, но несколько у нас ещё впереди. И в самом низу будет ссылка на показ, который на моём сайте, на моём канале в YouTube существует. Можно просто набрать в YouTube одним словом «Artissima Music», ну, естественно, латиницей. И тогда выскочит этот большой канал, и там можно найти симфонию игрушек. И там будет большой концерт с моими вставками, с моими комментариями. Мы там все в этих шапочках, да, в шапочках рождественских. И даже все мои коллеги в конце концерта играют на разных шумелках и свистелках, так, как положено на симфонии игрушек. Поэтому, если кто-то хочет хотя бы порадоваться вот такой возможности и послушать прекрасную музыку, потому что там звучит и «Ночная серенада» Моцарта, и концерт для двух скрипок Вивальди. И там Даник Булаев с Андреем Егоровым играют изумительную джазовую импровизацию. И Даник Булаев со своим концертмейстером играет большое красивое произведение. И там ёлка. То есть там все атрибуты новогодние, они есть. И получился такой красивый фильм, между прочим, длинный, на 50 минут. Инна, а в этом году рождественский сезон? А в этом году рождественский сезон... Вы знаете, у нас же каждый год идёт фестиваль «Винтерфест». В этом году он уже 23-й год. Ну, тоже, естественно, какие-то коррективы наша реальность внесла. И мы концерты декабря почти все запланировали в концертном зале «Артиссима». И вот на прошлой неделе у нас состоялся... Две недели назад у нас состоялся первый концерт этой зимней сессии. И это был выдающийся вечер необыкновенный с Андресом Мустаненом, всемирно известным музыкантом, который играл Баха. И публика была в абсолютном восторге. И просто такое духовное насыщение после этого концерта. И это было действительно прекрасно. А на прошлой неделе у нас был концерт великолепного трио «Семпре музыка». Тоже у нас был аншлаг. И вот теперь в эту пятницу у нас концерт Дениса Пашкевича и Кристофа Ивана Дзиньша. Это джазовые вечера в «Артиссима». В воскресенье у нас, кстати, рождественская программа, которую будет исполнять фортепианный дуэт Роксана Тарвид и Каспар Бумбиш. Это замечательный фортепианный дуэт. Лауреаты международных конкурсов. В прошлом году они получили премию на очень серьезном конкурсе Брамса. В Австрии и до этого еще на многих других конкурсах. И, кстати, тоже гость программы «Болтком» Дмитрий Александрович Башкиров, которого мы не устаем вспоминать. Он был в жюри конкурса, на котором они играли, был совершенно ими покорен просто этим дуэтом. И вот они подготовили для нас специально рождественскую программу. Это будет фортепианная сюита из балета «Щелкунчик» Чайковского, фортепианная сюита из пьесы «Пергюнт» «Музыка Грига» и «Славянские танцы Дворжика». То есть совершенно роскошная программа. Это воскресенье в концертном зале «Артиссима». И тоже количество билетов, естественно, ограничено. А как аншлаг выглядит? Аншлаг выглядит скромно. Да, вот сейчас что это? Ну, 50 мест мы можем предложить. Не более 50 зрителей и слушателей. Да, у нас 100. Значит, нам надо уполовинить эту цифру. И мы тоже ставим креслица 2, потом пробел, потом еще 2 в шахматном порядке. Но люди счастливы. И, в общем, мы же для чего это все делаем? Мы же это делаем для людей. И вот так было мило. На прошлой неделе к нам пришли люди, которые сказали, мы решили, что мы сейчас к вам будем ходить на все концерты, потому что, не дай бог, опять что-нибудь произойдет. Ну, мы очень надеемся, что ничего плохого не произойдет. Но тем не менее. Ну вот, и на следующей неделе у нас еще одна джазовая ночь с Денисом Пашкевичем. И там он будет играть с американским гитаристом джазовым. А как американский гитарист попал к нам в Латвию? Вот я еще не уточнила, но знаю, что он сейчас здесь. Ну, какими-то огородами пробрался все-таки в Латвию. И имеет на руках все документы необходимые. Поэтому я думаю, что это будет очень интересный концерт. И я просила Дениса, который очень любит эксперименты. И именно, кстати, благодаря своему новаторскому духу, его записи всегда на самых высоких чартах в списках джазовых композиций. И в прошлом году они получили премию одного американского джазового журнала. И в этом году снова. То есть мы, как всегда, мы не ценим тех, кто здесь у нас живет. Очень известное имя. И пока не уехал за рубеж и не приехал оттуда с триумфом, а просто вот тут работает и туда посылает просто свои диски и записи. Пока американский гитарист не забрал его с собой? Ну да, да, да. Ну вот, поэтому очень-очень рекомендую. Это 15-го числа в следующую среду. И 18-го декабря, в следующую субботу, снова рождественская программа. И тоже гость Балклума. Это великолепная, изумительная, неповторимая, исключительная скрипачка Элина Букша. Вот она сегодня как раз из Брюсселя сейчас к нам летит. И она будет играть очень красивую, тоже такую рождественскую программу. Это будет соната Карелли, потом соната Сибелиуса, потом еще разные небольшие сочинения. Будет Сюита Шнитке, Сюита в старинном стиле. Это как раз очень рождественское произведение. В нем замечательный партнер, наш рижанин Рудольф Ванг, который сейчас возглавляет кафедру фортепианную в Дарзинской школе. У них очень такой слаженный, красивый дуэт. И я с нетерпением, конечно же, до этого концерта. И 23-го, в самый канун Рождества, мы всех приглашаем в Церковь Святого Иоанна, тоже количество мест ограничено, на наш традиционный проект «Ночная молитва». То есть у нас на самом деле каждый год вокруг Нового года несколько традиционных проектов. «Ночная молитва» – это что такое? «Ночная молитва» – это проект нашего замечательного радиохора. В общем-то, напомню нашим радиослушателям, они неоднократные призеры Грэмми, и их называют лучшим камерным хором мира. Причем говорят это критики, слушатели и композиторы, которые для них специально пишут музыку. Я дружу с Игвардом Клявой, с дирижером, и каждый год уже 16 лет Игвард предлагает мне необыкновенные программы, которые мы исполняем или в Домском соборе, или в Церковь Святого Иоанна. В один год даже эта программа «Ночная молитва» удостоилась большого музыкального приза. Это было в тот год, когда они пели вместе с тогда еще существовавшей группой «Космос». Это был феноменальный концерт, и получили мы тогда большой музыкальный приз. А в этом году в Церкви Святого Иоанна будет только хор. Иногда они с гитарой что-то делают, с органом, с какой-то вокальной группой. В этом году будут только они. И будет изумительной красоты музыка, именно приуроченная к Рождеству. Почему так называется проект? Ну, потому что сейчас, конечно, ночь года. Самые короткие дни. И вот этот проект, он как бы становится не просто концертом, а какой-то особенной церемонией. Первые годы мы даже выставляли огни и на улице, и в помещении внутри. Но после того, как мы чуть не подожгли Домский несколько лет назад, мы всё-таки от этой идеи отказались. Но на улице плошки с огнём будут стоять, чтобы освещать вот это тёмное время. И, с одной стороны, это ночь года. С другой стороны, эти короткие дни, когда вечер наступает очень быстро, и ты, слушая эту музыку, ты остаёшься наедине с собой. И включаются какие-то иные внутренние позывные, я бы сказала, вот к твоей душе, к самым глубинам твоей души. Я уже имею право так сказать, потому что я вижу, как реагирует публика каждый год на именно эти программы. Когда заканчивается концерт, люди иногда даже не аплодируют. Потом начинается этот шквал аплодисментов, а потом они сидят и не уходят. То есть они настолько глубоко погружаются в этот мир. Это переполненность. Да, да. И они просто, вот правильно сказать, переполненность, боятся расплескать. И для нас это, конечно, огромная радость, огромное счастье. И большая честь, что каждый год в своих невероятно напряжённых концертных графиках хор находит время, чтобы именно для нас создать специальную программу. И давайте напомним, что всю вот эту программу, которую Инна сейчас рассказывала, можно изучить внимательно, выбрать то, что вам интересно и то, что вам хочется послушать на сайте фонда Германа Прауна. Да, хбф.лв. Очень просто. И там же купить билеты. И там же купить билеты. У нас две минутки остаётся до маленького перерыва на рекламу. И мы хотим поблагодарить всех наших радиослушателей и читателей сайта mixnews.lv и наших друзей нашей страницы «Зелёная лампа» в Фейсбуке и озвучить итоги прошлой недели. На прошлой неделе мы помогали двухлетнему мальчику с красивым именем Елисей. Ему нужно было тоже попасть в ту же самую клинику, в которую получили назначение вот эти двойняшки, которые мы собираем денежки на этой неделе. Вы знаете, вот эта клиника «Доктрина» уже не первого ребёнка мы туда с помощью наших жертвователей отправляем, и дети там достигают каких-то нереальных прорывных результатов. Это дети с задержками развития из-за аутизма или из-за каких-то генетических повреждений или более каких-то там сложных диагнозов. Это когда ребёнок не коммуницирует, когда ребёнок не говорит, когда ребёнок что-то такое не понимает, когда он находится в своём мире, и непонятно, нет ни комплексной программы, ни назначения, ни комплексного исследования, ни комплексной диагностики здесь. И мамы просто опускают руки, упираются, оказываются загнанными в угол. И на каких-то интернет-форумах или у мам с аналогичными детками они получают вдруг эту информацию, связываются с этим центром «Доктрина» и едут туда со своими детьми, и дети начинают говорить, дети начинают понимать. И если это делать системно, то действительно деток до первого класса можно вытащить, и они впрыгнут в нормальную, в какой-то вот такой вагон, который там в нормальную жизнь может их доставить. И вот на прошлой неделе для Елисея собрано 7175 евро, и было принято ваших звонков в количестве 1549. И для оплаты вот этого курса комплексной терапии и курса занятий с логопедом в Латвии было необходимо 5180. Собрано почти на 2000 и больше. Это значит, что Елисей сможет повторить этот курс в Петербурге в «Доктрине» скажем еще один раз. Огромное спасибо. Мама Светлана передает всем просто низкий поклон и со слезами благодарности обращается ко всем. А сейчас мы прервемся буквально на две минутки на рекламу и продолжим. И гость нашей студии, руководитель фонда Германа Брауна Инна Давыдова. Радиоболтком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Радиоболтком 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 которая у нее была, сейчас положение улучшается, принимаются меры комплексные, реабилитации разные проходила мама с ними. И вот задержку в развитии и в речевом особенно обнаружили и специалисты, и сама мама, которая стала бить тревогу, и она нашла этот центр в Санкт-Петербурге, где детям обещали помочь. И вы знаете, результаты были такие, мама сказала, что она ахнула, когда буквально на четвертый день начали появляться эти первые результаты позитивные. Миша начал говорить с связанными предложениями, он начал петь песенку про колобка вдруг сам, потом он стал какие-то истории, ролевые игры появились, какие-то истории стал рассказывать. Ксюша тоже у нее очень, оказалось, что она умеет считать до 20, она стала петь английские песенки, которые запоминают из мультфильмов. И вот, ну вот, знаете, очень много таких, вот вы подробно можете прочитать в нашей статье, но очень много таких просто радостных и позитивных маленьких изменений произошло, которые, каждый из которых для родителей Миши и Ксюши – это настоящая победа. И сейчас нужно обязательно продолжить, и после интенсивного курса врачи ждут еще более лучших результатов. И, в принципе, они уверены, что если вот не останавливать и не бросать это все, то к моменту школы, к первому классу они догонят своих сверстников. Поэтому мы напоминаем наш телефон 9306384, евро 42 цента за звоночек, это помощь всю неделю Миша и Ксюше Егоровым, 4 года им напоминаем, да. А если кто-то может помочь более, еще более, то можно на нашем сайте найти, в Микс Ньюс Олбе найти счет помощи, который открыт в благотворительном фонде Be Open. И напоминаем, что никакие проценты, никакие отчисления с денег, поступивших на счет, не берутся. Это совершенно точно. Вы знаете, вот лично меня, всегда в каждой истории есть какие-то вещи, которые трогают очень лично. Очень задела мамина фраза, когда она говорит, вы понимаете, ну вот все медицинские счета, да, я должна оплачивать в двойном размере. А мама, ну практически там, она основной содержатель и добытчик в семье. И она говорит, я остановлюсь перед выбором, когда я думаю, что, ну вот, или одному, или другому эту терапию оплатить. Она говорит, я не могу, я не могу. Вот, и поэтому, конечно, вот эта помощь очень, очень важна для этой семьи. Потому что они двойняшки, у них схожие проблемы, и все в двойном размере. И получается, что именно, ну, почему, опять же, вот все родители стараются попасть в Петербург, в эту клинику. Потому что там комплексно идет, комплексный подход, комплексная терапия. И в итоге эта терапия обходится дешевле, чем здесь в Латвии. Потому что у нас каждый специалист от 20 до 70 евро прием. А на двоих, это тогда ей получается один прием, специалиста 140 евро. Ну да, попасть в врачу не уже просто так, по госпрограмме, это очереди до года. И у нас нет такой аппаратуры, которая занимается диагностикой именно мозговых каких-то там вот тонкостей. Я еще забыла одну деталь, очень интересно рассказать. Вот мама позвонила и рассказала, что буквально недавно они ее так порадовали, всю семью, папу, мама, бабушка, там еще есть и старшая сестричка. Они спели по ролям песню «Два веселых гуси». Почему Ксюша запевала, а Миша припев, вступал в припеве. И никто их не учил этому, они просто сами отрепетировали. Понимаете, то есть еще где-то полгода назад это было бы нереально. Да, мы были у них в сентябре, и они обаятельные. Они эмоционально очень такие теплые, но они не говорят, они не понимают, не всегда понимают, что, когда мама к ним обращается. То есть это вообще, конечно, кто знаком вот с детками, у которых вот проблема аутического, скажем, какого-то спектра, кто-то понимает, о чем мы говорим. Кто не знаком, это даже сложно представить. 9-3-0-6-3-8-4. Наш телефон, который работает всю неделю для двойняшек Миши и Ксюши Егоровых. Напоминаем, что наши гости сегодня Инна Давыдова. Инна, вот ваш фонд был создан в 98-м году, фонд Германа Брауна. И когда вы отмечали 20-летие, да, это 3 года назад было, да, вы тогда размышляли, что случилось за эти 20 лет, какие огромные перемены, какие вот изменения произошли. Время бесконечных экзаменов, вы сказали, которые приходилось выдерживать. А потом случилась пандемия. Вы сказали, сколько социальных катаклизмов за эти 20 лет мы пережили. Вы сказали, 3 года назад. Тогда никто не представлял, какой социальный катаклизм мы будем переживать вот сейчас. Как вы проходите это испытание, вы и вообще музыканты? Ну, вы знаете, все музыканты по-разному. Потому что то, что происходило год назад для поющего или играющего музыканта, было равносильно запрету на профессию. И это драма, а для кого-то трагедия. Я знаю истории людей, которые просто ушли из профессии, потому что им надо было содержать семьи. И они не могли заниматься, особенно певцы, потому что театры все оперные были закрыты. Причем я сейчас говорю не о Латвии, а я говорю о благополучных странах. Более благополучных, более старых, скажем. Вот тот случай, о котором я упомянула, он произошел в Германии. Человек, певец, тенор просто бросил театр и ушел заниматься чем-то другим. У нас в гостях была Инга Кална, оперная певец, которая живет в Германии. Она тоже говорила, что очень многие ее коллеги были вынуждены. Я как раз на нее и в данном случае ссылаюсь, потому что, конечно, эта драма просто страшная. И то, что многие музыканты старались выйти хотя бы в онлайн, понимая, что это совершенно неравноценная замена, но просто для того, чтобы чувствовать себя нужными, причастными и дееспособными. Потому что ты теряешь квалификацию. Ты сам себе петь сколько ты можешь или играть. И сейчас, к сожалению, эта ситуация, по крайней мере, в Латвии, приобрела, на мой взгляд, некоторые такие уродливые формы. Потому что до 11 января музыканты, не имеющие прививок, не имеют права выступать публично. И я считаю, что вот это уже действительно запрет на профессию. И мне кажется, что с этической точки зрения это неправильно. Инна, а вот история с Вестердом Шинкусом, это, в принципе, очень не чужой вам... А, совершенно не чужой. Завтра придет ко мне на интервью. Музыкант, да. В общем-то, с него началась ваша работа с молодыми музыкантами, да? И на днях очень активно в сети обсуждалась новость о том, что ему пришлось отменить концерт. Вот ваше видение. Вы знаете, я думаю так, концерт отменил не он, концерт придумал не он, его пригласили. Я не знаю, кто там был, устроитель или сам концертный зал, или какая-то агентура, которая этим занималась. Но на сайте Министерства культуры с 5 ноября висит информация о том, о чем я сейчас сказала. И если отключиться от этической стороны данного запрета, то он одинаков для всех. Нет исключений, неважно, ты один на сцене, или вы квартетом, или вы хором. Если есть невакцинированные, они не выступают. То есть концерт должен был быть отменен уже в ноябре? Он должен был отменен быть давно, потому что то, что об этом не знали организаторы, или они это упустили. А может быть, надеялись на изменение ситуации? Нельзя, потому что Вестерд всюду говорит о том, что у него есть позиция, что он не прибивается. Если бы это был какой-нибудь малоизвестный музыкант, менее известный, или тот, кто не афиширует свою позицию, может быть, это и прошло бы. Но насчет Вестерда знали же все. А с этической точки зрения вообще вот эта ситуация? Ну, понимаете, для музыканта, который готовил программу, и для него это была бы премьера этой программы, и он писал в сетях о том, что она была невероятно трудная, виртуозная, и ему потребовалось очень много времени, чтобы ее выучить. То, что ему запретили за неделю до концерта, но это как любого спринтера остановить на середине дистанции. Но это невозможно, это удар. В общем, клубок какой-то. И он его, конечно, на мой взгляд, выдержал с честью. Я смотрела интервью с ним одно телевизионное в Зуме, и он очень доказательно и внятно, спокойно, очень вежливо и умно говорил. Понимаете, в чем дело? Каждый из нас, он всегда стоит перед выбором. Вот тот выбор, о котором вы сказали, он страшный. Выбирать между детьми. Многие из нас смотрели фильм «Выбор Софии», не дай бог такое пережить. Но выбор, вакцинироваться или нет, он тоже для многих людей, он актуальный. Они не могут решиться, они не хотят, или у них есть позиции, или они боятся. Ну, не будем сейчас все это обсуждать. У Вестерда совершенно четкая позиция по этому поводу. И я, будучи сама вакцинированной, и я за вакцинацию, я его позицию уважаю. Если бы он был мой ребенок, а он ровесник моего сына, и я с ним знакома с его 13 лет, то есть большую часть жизни, то я, может быть, бы его убедила, уговорила. Но с этим человеком я так не могу, и он всегда был очень особенный в этом смысле, у него всегда была четкая позиция. И в наше время, когда люди быстро меняют свои взгляды, решения, партийные принадлежности, гендер и прочее, то, что есть люди, которые сохраняют вот свою стойкость внутреннюю, вызывает во мне большое уважение. Хотя я понимаю, что он очень многим, ну, он рискует, он жертвует очень многим. То, что он сейчас не может играть, это же, ну, для него слушатели, и вы услышите через какое-то время, но то, что он без этой концертной практики, без этой подпитки зала и без этих возможностей, это, конечно, очень горько. Ну, да, и нечего даже сказать. Сказать нечего, абсолютно. Я просто в этом, вот в конкретной его ситуации, я его совершенно не виню. Ему сказали, что концерт состоится, он и не будет спрашивать, а мне можно играть? Ну, раз тебе говорят, играй, значит, ты и будешь играть. Поэтому я в этом смысле, конечно, на его стороне и огорчена позицией, какой-то недальновидностью, скажем, организаторов концерта. Инна, вот нам всем известно, что фонд Германа Брауна, он не только тысячи концертов провел, не только открывал очень многие новые имена для жителей Латвии, но и много занимается молодыми музыкантами. Расскажите, как у вас сейчас с этим обстоит. Все продолжается. Мы третий год ведем международный проект. Он уже не первый у нас, он уже третий международный проект, который поддерживает Евросоюз. И в рамках этого проекта мы занимаемся развитием молодых музыкантов, предлагаем им мастер-классы, возможность концертировать. Ну, это как бы перекликается с нашей программой «Аванти» и поездки. Мы в прошлом году и в этом году были в Тарту, причем приурочили так, чтобы приехать туда, когда там музыкальный фестиваль. И ребята целый день занимались, а вечером ходили на концерты. Потом всякие разные у нас были приключения, мы участвовали в огромном барабанном шоу. Это как в мирное время. Это как в мирное время. А вы знаете что? Знаете, говорят, как это, разруха в головах. Так вот я вам скажу, что война тоже иногда в головах. То есть мы нашли, мы же нашли эту возможность. Мы нашли возможность ребят туда вывезти. Я сама весной была в Швеции, но там не получилось. Как раз Швецию закрыли в этот момент, поэтому то, что я там делала, мне там пришлось делать онлайн, хотя я должна была встречаться там со студентами шведскими. Но как только здесь разрешили, 15-го здесь открыли, мы уже 26-го начали мастер-классы в Латвии, которые посетило больше ста ребят. И часть из них играла потом концерт под руководством Элины Букши. Многие были на этом концерте в Дубовской церкви лютеранской. И мы встречались, знаете, как после долгой разлуки. Я практически с каждым обнялась, кто пришел на концерт, потому что мы действительно год почти не виделись. И у ребят это был совершенно невероятный опыт. Я им показывала музыкальные фильмы, читала лекции. У них были мастер-классы по разным специальностям, потому что приехали шведские ребята, приехали ребята из Даугавпилса, из Резакна и еще из других городов. С ними занималась Катарина Хенрис, он руководитель и основатель знаменитой группы The Real Group, самой известной после Аббы шведской группы в мире. Она с ними занималась вокалом акапеллы, и к ней присоединилась Лаура Якобсона, основатель нашей группы Latvian Voices. И у нас был потрясающий концерт, где участвовали струнники и вокалисты. А потом мы с другими ребятами поехали в Эстонию, и там они обучались джазу. Их, кстати, Денис Пашкевич, тот, который у меня сейчас будет играть, он с ними провел две совершенно фантастические сессии огромные, и они все заиграли джаз. Ну, понятно, что на первичном этапе, но тем не менее. И Платон Буравицкий с ними занимался композицией, учил их сочинять. То есть это для них такой опыт невероятный. Вот вы спрашиваете о работе с молодежью. Ну, естественно, мы рассчитываем, что мы в следующем году сможем провести наш фестиваль «Аванти», который по определенным причинам тоже два года был, скажем так, в ограниченном формате. Кроме того, мы создаем сейчас, опять же, при помощи Евросоюза огромный международный интернет-портал. Но об этом я расскажу, наверное, отдельно, как-нибудь приду на радио, потому что сейчас у нас передача о другом, но это тоже поможет молодежи найти свое место в музыкальном мире. Вот. Раз наша передача благотворительная, то такой вопрос. Вот два дня назад, это 5 декабря, был Международный день волонтера. И у вас на странице в Фейсбуке вам разместили благодарность и поздравление с этим днем от общества, которое занимается поддержкой людей, которые перенесли инсульт за многолетнее сотрудничество. Вот что это за сотрудничество и почему это для вас важно? Я молчу, потому что у меня комок в горле. Вы знаете, вообще о том, что ты делаешь хорошего, говорить очень трудно, и даже, я бы сказала, неприлично. И я, по-моему, однажды на вашей передаче уже говорила, что у евреев есть такое понятие о митсве, это доброе дело, сделанное тихо. Но, к сожалению, мы живем во времена шума, самого разнообразного. И если ты не будешь говорить о том, какие ты хорошие дела делаешь, другие расскажут о том, как они делают, может быть, не такие хорошие дела, а твои хорошие, они останутся в тени. Поэтому приходится об этом говорить, хотя мне об этом говорить сложно. Мы помогаем людям с особыми потребностями, и это и люди, пережившие инсульт, и люди, перенесшие операцию на сердце. И мы это делаем уже очень много лет. Вы знаете, ну что мы можем предложить, чем мы обладаем? У нас есть музыка, у нас есть концерты, и у нас есть личности, такие, как я и мои коллеги, которые с открытым сердцем идут каждому навстречу. И мы предоставляем им бесплатные билеты на все концерты, на которые они хотят идти. Если только у нас есть малейшая возможность, мы это делаем. Никто нам не компенсирует, как правило, эти, ну скажем так, недополученные деньги. Я это делаю сознательно и буду продолжать. И, кстати, когда я к вам сейчас шла на передачу, я вспомнила, как много лет назад в одной очень богатой компании я попросила денег на то, чтобы эти инвалиды могли, сложные люди могли чаще к нам ходить. И сначала, значит, какую-то небольшую очень сумму дали. А когда я обратила второй раз, мне сказали, а почему вы все время для одних и тех же просите? Надо что-нибудь другое придумать. И вот я подумала, когда твоей целью является просто придумать что-нибудь другое, то теряется в этом во всем смысл. И я вспоминала, как эти люди, которые с трудом ходят, забираются без лифта на четвертый этаж большой гильдии. Они приходят за час, чтобы доползти до этого зала, чтобы услышать эту музыку. И я вам скажу то, что я не цитирую и не ставлю на Фейсбуке. У меня есть люди, которые подходят ко мне и говорят, мы живем только потому, что есть вы. Потому что есть вот это духовное питание, художественное, которое позволяет нам чувствовать себя людьми. И людьми не второго сорта. Не отставшими, не отсталыми, не недееспособными. Ну, то есть они, понимаете, обделенными. Они приходят, и это... Мы же делимся, когда ты играешь, ты же... Ну, это неправильное слово, тебе все равно. Ну, действительно тебе все равно, кто там сидит в зале. Миллионер, нищий, ребенок или инвалид? Ты же для них играешь, ты же играешь для них. Ну, можно, конечно, сказать, нет, для миллионеров я буду играть по-другому. Ну, я думаю, что настоящие музыканты такого не говорят и не делают. Вот. И потом мы же не делаем никаких скидок, там, мы вам сейчас что-нибудь попроще, там, повеселее. Нет-нет-нет. Они приходят и служат серьезные концерты, и квартеты, и симфонические произведения, и пианистов, и... Ну, то есть самое-самое разное. И вот у меня сейчас боль очень большая, душевная, что наш-то зал Артисима на пятом, а практически это шестой этаж, потому что это высокое здание, это же старый дом. И там больше ста десяти ступеней надо преодолеть, и это трудно. И вот они к нам туда не ходят. И я вот уже второй год бьюсь за то, чтобы нам поставили лифт. Ну, не знаю, получится это или нет, но у меня есть все-таки очень большая надежда, что в 21 веке это как-то можно сделать. Давайте, давайте, как рождественское чудо. Ну, вот это рождественское чудо, потому что на самом деле... Ой, вы знаете что? На самом деле вся наша жизнь чудо. И не только в Рождество. То, что делаете вы, вы же делаете не раз в году, когда вдруг все вспоминают, что надо сейчас кому-то принести пользу или там подарить подарок. Вы же это делаете круглый год. Вы знаете, очень хорошая мысль, Инна, вы сказали, что, когда вам сказали, почему вы для одних и тех же это делаете, нельзя ли придумать что-то другое. Вот мы сейчас просим помощи для двойняшек Миши, Ксюши и Егорова. Они рижане, живут в Имонте, им 4 годика. Мы про них рассказывали уже в сентябре. И снова мы просим помощи для них. Почему? Потому что та помощь, которую удалось организовать и собрать в сентябре, и оплатить им курс лечения в Петербурге, в клинике, реально вытащила их из болота, в котором они здесь оказались, потому что специалисты не могли предложить им сценария, схемы лечения. И там неврологи назначили следующий курс, который нужно обязательно пройти. И это будет еще просто невероятный прыжок, который позволит этим детям к 6-7 годам просто пойти в нормальную школу. Это реальный шанс. И это не только этим детям мы помогаем, это мама, это старшая сестричка, это бабушка, это папа. То есть мы можем дать шанс улучшить жизнь. Потом понимаете, если есть, как Вы сказали, сценарий этого лечения, так его же надо продлить, иначе в этом нет смысла. Ну вот это дать им, так сказать, в окошко показать вот эту возможность, а потом сказать, а теперь плывите как хотите. Но это не тот случай, это здоровье. И поэтому мы благодарим просто каждого за каждый звонок, за каждый евро. Я уже звонила сегодня дважды. За каждое доброе пожелание, потому что все это складывается в такую помощь, которая может реально изменить жизнь этих малышей. Просто реально изменить. А еще, Инна, специально для Вас сразу забыла сказать, методика томатиса – это вот наушники, такие электронные уши, через которые закачивается музыка и специальные там речевые комплексы. И они меняют определенными импульсами, меняют что-то вот в мозговом. Я не буду там лечь, потому что… Да, вы знаете, в свое время так Депардье лечили. И музыка – это Моцарта. Это музыка Моцарта. Именно Моцарта. И вот вы сказали, это Матис, у меня такое чувство, что он же француз. Это врач. Он француз. Вот мне кажется, он в свое время лечил Депардье. Ну это вообще… Да, у которого была тяжелейшая депрессия и проблемы с речью у него были на фоне депрессии. И он его лечил музыкой Моцарта. И я об этом рассказываю на лекциях, когда я рассказываю о Моцарте, в моей лекции и концерте. Я этот эпизод обязательно упоминаю. И поэтому, когда вы сегодня сказали томатис, я подумаю, мне кажется, что я знаю это имя. Да. А тем временем программа наша не просто подошла к концу, а фактически уже по времени закончилась. К сожалению, надо прощаться. А спасибо вам за все, что вы делаете. Спасибо за то, что вы с нами. Я с вами всегда. И я всегда читаю ваши отчеты и ваши призывы на Фейсбуке. Всегда звоню по телефону. И всегда рада вам помочь. И я надеюсь, что, может быть, смогу еще чем-то более существенным. И спасибо всем нашим радиослушателям. Всего доброго. До следующего вторника. Субтитры создавал DimaTorzok